Дай почитать Сенсационная, секретная, запрещенная, запретная тайна, например, «Украденная история», «Секретная цивилизация Луны» или «Секретная история Бурят». Второе – название по формуле, какая-то непонятная ерунда про древних, например, «Трагическое послание древних». Третье – в названии опровергается что-то из школьного учебника, Дарвин не прав. Четвертое – в названии встречаются сомнительные термины – аура, астральный, карма, неуместный артефакт. Также стоит обратить внимание на имя автора. Он не в черном списке, например, для историков – Фоменко, Задорнов, Мулдашев, Нонград. А может, у него членство в сомнительной академии или у него ученая степень не в той области? Или об авторе вообще нет никакой информации в книге? А еще внимательно читаем аннотацию. Автор совершил революцию в науке. О, он изобрел не имеющий аналогов подход и обещает мгновенное исцеление, решение глобальных проблем человечества. Ой, смотрите дальше. И он все время употребляет словосочетание «официальная наука». А ее нет. Есть просто наука. Или мировой заговор ученых. А теперь посмотрите, есть ли список литературы. Нет вообще. Нет источников последнего десятилетия. А в конце благодарности отзывы не специалистов или ныне покойных знаменитостей. Еще не поленитесь полистать основной текст книги. Что, заметили? Некорректность ссылок? Что-то типа «20 лет назад в научном журнале я прочел». Автор неуважительно относится к оппонентам и их гипотезам и апеллирует к чувствам, а не к разуму. Ни в коем случае не покупайте и не читайте эту книгу. Это лженаучная книга. Все эти полезные сведения можно узнать, прочитав полезные и веселые руководства по борьбе с глупостями Александра Соколова «Ученые скрывают мифы XXI века». Это издание особенно полезно людям трезвомыслящим, уставшим от засилия мракобесия и дилетантизма, противостоящим манипуляциям сознания. Александр Соколов уверен, что лженаука – это имитация научной деятельности без реальных результатов. Что лженауку интересует только пиар, и она разрушает мышление, а еще настраивает против настоящей науки и наносит стране материальный ущерб. Разумеется, в науках гуманитарных, таких как история, оценить прямой ущерб сложно, но псевдоисторические теории широко используются, например, разнообразными националистами для обоснования захвата чужих территорий. Кстати, в формировании идеологии нацизма большую роль сыграл арийский миф. Что ж, защитим наше будущее от лженауки вместе с книгой Александра Соколова «Ученые скрывают мифы XXI века». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать! Дай почитать!